Что такое проект Эпидемия, всё ещё не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы всё было по порядку. У Валена всё будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера, а ещё старый подземный туннель. Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно. Итак, самое время использовать в деле новую снайперскую винтовку. Пусть это будет на этот раз Энфилд. Берём её с собой. Вместо Томми мы возьмём пусковую установку. И всё остальное оставляем как есть. И в качестве прицельной сетки я выберу для дальней стрельбы вариант. И с этим мы выдвигаемся дальше. Продолжение следует... А вот и наш главный герой. Но даже с такой пусковой установкой он всегда остаётся незаметным. Ладно, давайте пробираться. Нам нужно попасть в тот город, как и было сказано. Там есть несколько хороших, наверное, убойных снайперских позиций. Так, и наблюдаем за солдатиками. Так, ну пока вот этого с собой возьму, наверное. Первая наша жертва. Сейчас увидит труп. Убил. Подождите, как это я двоих убил? Я чё, правда, двоих, что ли, убил? Каким образом? Да, там кто-то стоял. Я успел заметить. Слушайте, ну... Обалдеть. Ладно, тут у нас есть генератор. К тому же... Отлично. Плюс одна граната. Значит, сможем. В определённое время выстрел не услышат. С вами использовать эти гранаты чаще. Ладно, не буду ждать я с самолёта. Здесь в голову. Понадёжнее действуем. Ну вот, теперь можно будет немножко расслабиться. И пострелять в своё удовольствие. Так, 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 так. Смотрите, как-то у нас там есть. Наверное, я поспешил. Да? Хотя нет. Выстрел удался и прямо в цель. Любопытные Варваре голову прострелили. Так, смотрим. Поглядаем за следующими жертвами. Ну, да, я без подготовки стрелял, поэтому... Здесь шанс того, что я ошибусь, был большой. Плюс из положения стоя. Убитый. Он пока ничего не заметил. Это наш шанс. Ес. Так, и есть ли там кто-нибудь ещё? Секунду. Ага, увидел. Но, к сожалению, до него не доберусь. Так что давайте подходить поближе теперь. А, да, у нас... Тут есть ещё ящик с боеприпасами. Работаем. Ну, давайте тоже посмотрим. Замедленные съёмки. Сейчас я вам всё-таки сниму, наверное. Или не сниму, не знаю. Ладно, попробуем сейчас просто дайте поближе. Так, берём пистолет. Не очень удачная, конечно, попытка была, но... Слава богу, всё здесь у нас, ну, скажем так, нормализовалось, да? Так, и закидываем теперь туда. Наверное, вот так пойдёт. Ну, да, нормально. В принципе, получилось. Так, вижу... Ещё цели. Но пока одну цель. Так, посмотрим. Одна цель? Ух, как их много там. Да, тут просто так с ними не разобраться, наверное. Но можно попробовать. Ладно. Я, знаете, что сейчас сделаю? Я пойду внутрь, пожалуй. Старый город мы пробрались. Так, где-где-где-где-где-где-где-где-где? О-оу. Видели. Так, оба прячутся. Ха, меня-то не видят. Как-то неудобно. Он там сел. Так, но зато он теперь меня видит. Ну, примерно, наверное, представляет, где я... Где я мог находиться? Потратился я по патрончикам изрядно. Так, мы никуда не спешим, естественно. Тут вот, смотрите, еще один генератор. И он очень сильно нам сможет помочь. Так, все чисто. Смотрите, он сейчас... Неужели будет выходить? Да, он выходит. Ладно. Хотел было на рискнуть. Но давайте торопиться, как я уже говорил, не будем. О, дремушкетеры. Да, они самые. Им не нравятся портреты Валена, развешанные повсюду. И его роскошная база в горах. Один из них сегодня ночью отправится в Берлин с драгоценной тетрадкой Валена. Кто именно? Не знаю. Я слышал, что они договорились встретиться позже. Возможно, чтобы решить, кто вручит фюреру тетрадь с доказательствами. Ага, вот так вот, значит. Человек, который поранился, когда здесь рылся. Так. Сейчас осмотрим здешние окрестности. Так. Так, а это что такое? Что за чупакабра такая? Ну-ка. Если прицелиться и... То ли далековато до него, то ли сложно оттуда было стрелять. Итак, смотрите, у нас есть документы. Сводка гитлеровской коалиции, пропавшей без вести. Теперь никто не осмеливается открыто критиковать Валена. На днях в этой кутерьме Вильгельм громко ругал генерала. Не слушая мои возражения, эта вспышка гнева привлекла внимание определенных кругов. И я не видел его уже неделю. Говорят, Вильгельм получил новое назначение. Я опасаюсь за его жизнь. Генерал не потерпит. И песчинки в своей хорошо смазанной машине. Так, ладно, но мы теперь зато знаем, что там у нас, правильно, снайпер. Все слышали, все слышали этот мой очень громкий выстрел. Так, сейчас мы попробуем... Сейчас, знаете, я посмотрю для начала, куда мы вообще идем. Так, один расчет. Мы уничтожили еще два расчета. Плюс по побочным заданиям обследовать немецкие склады. Ладно, наверное, давайте тогда двинем все-таки вот по этой стороне. Сейчас я тут сразу посмотрю, что к чему. О, нифига, пулемет есть. А, я могу им пользоваться? Да? Смотрите. Вот так вот встаю к орудию и... Просто всех расстреливаю. Так, ладно, теперь мы что сделаем? Да, блин, оттуда не получается. Давайте я еще разочек попробую все-таки именно с той позиции. Там его хорошо было видно. А, сейчас не очень хорошо. Потому что что? Да, он спрятался. Засранец все-таки. А, нет. Перебегает. Ну, нет, он просто меняет позицию для того, чтобы сразу смотреть в несколько мест. Я должен быть незаметен. Но это мы поняли. Так. Этого выстрелом убили. Кстати, он может быть не единственным снайпером здесь. Так, увидел еще. Так, раз. Два. Ёшкин кот. Смотрите, как их долго. Положил. Офигеть. Сейчас подойдет. Покачает. Покачает головкой, хотел было сказать. Я испугался, что он может залезть сейчас наверх. Ой, да. Да-да-да-да-да. Он это и делает. Офигеть. Ладно. Не суетимся. Ждем товарища. Ну, чтоб тебе. Снова потратил. Многовато. Плюс динамит. Так, ну, здесь мне надо всех отметить, чтобы я... Хотя бы примерно мог... ...видеть их маршруты. Опа-на! Смотрите, кому я увидел. Так, ну, может быть, на этот раз получится. Тоже не все так просто. И снова нет. Хотя индикатор, да, был красным. Теперь он снова побежал наверх. Так, мой. Патроны кончаются. Еще бы патрончиков. Нет. На снайперскую винтовку дает. Ну, вот так будем сейчас планомерно зачищать вот эти все сектора наши. То есть прям по часовой стрелке сейчас с вами пойдем. И будем работать. Давай, на велрот. Yes. Я знал, что... На велрот они, наконец, дадут нам хотя бы немного патронов. Так, смотрите-ка, смотрите-ка, что я вижу. Насторожился. И самое, что интересно, почему-то я не могу отсюда в него хорошо прицелиться. Так, ладно. Может быть, отсюда. Так, идет сюда. Да, проблема. Проблема, проблема. Хотя нет, не проблема. Сейчас будем работать. Правда, рядышком услышат. Безусловно. Этот замечательный выстрел. Но лучше разобраться со снайпером для начала. Потому что, да, он доставит нам очень много неприятностей. Но опять вот насторожил немножко вот этих вот ребят. Да все, все, все. Бесшумно убил его. Еще плюс 5 на велрот. Так, здесь история войны, коалиции, покушения. Я не могу поверить, насколько обнаглели англичане. Группа британских командос перешла линию фронта, чтобы убить Ромеля. Похоже, им пришлось пробежать около 20 километров, чтобы незаметно подобраться к Бедолиторе со стороны берега. Один был убит, а остальных держат под замком. Нам повезло, что мы не позволили им нанести слишком большой урон. Хотя, возможно, вдвойне повезло, что Ромель в это время был в Италии. Так, еще плюс 5 велрот. Давайте посмотрим, где мы сейчас находимся. Ну, чтобы не запутаться. Очень опасаюсь я... Знаете, чего? Очень опасаюсь... Да, очередного снайпера. Вот не попасться бы ему прицел. Так, здорово. Тут есть у нас генератор. Так, ну мы не спешим. Правильно? Вот я не смотрю. На крыше никого. Отсюда я выстрелил не замешиваю. Так, ладно. Пока, пожалуй, пробежимся немного. Вот там, я думаю, что кто-то тут может быть. И должен быть. Просто убойная позиция для снайпера. Не, ну серьезно. Так. Есть. Жертва. Так, давай, давай, давай. Самолет же пролетал. Эх, ладно. Конечно, немного неудобная карта. Но зато прочее... ...разбираться с целями. Точно. Точно в голову. Так, те цели у нас достаточно далеко. О, карты! Карты, 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 карты. Забираем. Нет, не получается их забрать. Черт. Вы посмотрите-ка! Да, что-то я тут уже вообще... ...без какого-либо страха начал... ...открыто перемещаться по территории. А вот зря, потому что... ...самы видите, чем это чревато. Чревато ненужным... ...вниманием. Все хорошо. Скажем так, обошлось. Так. Смотрим еще разочек. Где мы с вами есть. Так, тут я не помню... А, туда пройти вообще, в принципе... ...не сразу, наверное, получится. Сейчас проверим вот эти построечки. Да, тут есть у нас записка. Советы по выживанию. Снайперская стрельба в пустыне. Если земля песчаная или пыльная пыль, поднятая дульной волной может выдать ваше местоположение. Влажните почву мочой, экономя ценную питьевую воду. Ранним утром в условиях повышенной влажности вас может выдать дым от выхлопа. Пересеченная местность и растительность помогут скрыть его. Но дульная волна может вызвать колебания высокой травы и небольших растений. Так, спокойно, спокойно. Ещё одного увидел. Блин, какие они внимательные. Вау! Нифига. Так, а у нас же тут рядом это... Зенитка! Вот сейчас тогда и поработает. Так, ну давай. Давай, звук. Звук, звук, звук. Нужен. Маскировка. Что, нет? Блин, похоже, нет. Но ждём этот момент, потому что нам чрезвычайно важно сейчас вот с этим разобраться. Так, ну где же ты, самолётик? Так, летит. О, да. Отлично. Замаскированный. А вот к этому подберёмся поближе. Супер! Ну я сразу, с вашего позволения, проверю, что здесь в этом домике напротив. Так. Тут, может быть, что-то интересное. Может быть, даже убойная позиция. И есть ещё документ. Журнал Валина, второй дом. Проект продвигается нормально. Я собираюсь в Кассерин. Хочу быть поближе к производству и в одном из самых тихих уголков этого континента. Перевал — это мой второй дом. Точнее, он станет им после окончания строительства форпоста. О! Но я пока из него не стрелял, поэтому... Ну, хотя бы будем знать, что здесь есть ещё у нас снаряды. Так, теперь... Теперь, теперь, теперь что мы будем делать? Вон, есть всё-таки там... Человек. Давайте, короче говоря, разбираться сейчас с расчётом. Он прямо перед нами. Сейчас найдём способ туда... Тихо-тихо-тихо-тихо. Только не бежим, потому что они сейчас, опять же, насторожатся. Да, нафиг нам это надо. Проще с ними разобраться так, когда они ничего не подозревают. Вот, например, как сейчас. Причём рядышком никого не будет. Пожалуйста, граната. Вот и всё. Тройное убийство. Даже никто ничего и не услышал. Второе. Зенитное орудие. Уничтожено. Кстати, подождите. Да нет, ничего интересного. Пошли дальше. Значит, тут у нас где-то поблизости выйдет снайперская позиция. Ну что же. Давайте. Потихоньку туда идти. Было бы намного круче, если бы они дали мне патрончики на виллрод. Но сейчас обыщем ещё и этот труп. Растяжка. Тоже весьма полезная вещь. Замаскировал. Замаскировал. Так, а всё-таки, как туда подняться-то? Смотрите, увидел труп. Тут вообще есть какой-то проход там, я не знаю. Вот мне в эту башню бы. Потому что там именно эта снайперская позиция. Ещё одного. Так, есть третий. Долго ждать, правда. До следующего захода самолёта. Так, вот смотрите. Снайперская позиция. Плюс потом ещё одна. Угу. И ещё один расчёт у нас будет. Блин, ушёл за угол. Ух, как это печально. Так, вот у нас кто-то есть. Увидел, увидел. Склад боеприпасов. Ничего в определённое время выстрел не услышат. Так, в укрытие. Ну, разумеется. Они увидели труп. Хе-хе-хе. Дошёл его. Позвольте. И не откажите мне в удовольствии в ближнем бою брать снайпера. Что может быть круче. Так. Деталь с вами нашли. Теперь было бы, конечно, круто снова спуститься. Почему я поднимался? Потому что, да, здесь кто-то был. А во-вторых, там они просто палили выход. И поэтому мне сложно было... Так, не убьюсь, наверное. Ну да. Нормалёк всё. Тут ещё записка у нас. А точнее документ. Письма Мартину. Дорогой Мартин, твоя мама нашла себе занятие. Вязание для победы. Она надеется, что вас хорошо кормят. Она говорит, что со всеми этими пайками такой растущий молодой парень, как ты, не смог бы дома наесться досыта. Горжусь тобой, твой отец. Твоя мама спрашивает, видел ли ты уже пирамиды. Так, а, кстати говоря, это же как раз склад. Один, видимо, из складов. Так, сейчас, 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 сейчас. Не очень хорошо, я тут встал, согласен. А вот теперь постреляем сверху. Так, добраться ещё до снайперской позиции. Отлично. Если сюда доходит этот звук, маскировка, то мы сейчас очень быстро со всеми разберёмся. О, да. Выстрел в голову. Так, второй выстрел не сумел произвести оперативно. Но, опять же, ничего страшного. Сейчас пойдёт, посмотрит на трупик. А мы моментиком-то воспользуемся. О, да. Затылочек. Ну что? Ещё одного положили. Так, сразу смотрим. И наблюдаем за всеми остальными. Где тут кто-нибудь ещё? Так, до того сложно будет достать. Ладно. Оставим пока это занятие. В принципе, хорошо я их поснимал. Ничего не скажешь. Продолжение следует...